Будь дорожка, рандовая, не страшна нам воплёшка любая, Парни в раздам, радовата, если у нас ещё давать. В далёких сороковых они сидели не за партами, а в промозглых окопах. Признаются, что тогда плакали не от боли и ран, а от ненависти к врагу. В Хрустальном зале правительства области собрались лётчики, танкисты, пехотинцы, разведчики, узники концлагерей. Те, кто ковал великую победу, своей волей, мужеством и бесстрашием. Самым величественным и вместе с тем самым трогательным праздником ветеранов поздравил глава региона Александр Богомаз. Сегодня самое тёплое поздравление мы адресуем вам, наши ветераны. Именно вы совершили величайший подвиг, вынесли невероятные тяготы и лишения, победили жестокого врага, подмявшего под себя почти всю Европу. Вы принесли людям мир и свободу. Со словами благодарности и поздравления к ветеранам Великой Отечественной обратились епископ Брянский и Севский Александр, главный федеральный инспектор по Брянской области Леонид Соломатин, а также председатель областной думы Владимир Попков. Вы завоевали то, что сегодня мы имеем. Это великое дело, что мы живём в мирной, в великой стране. Нам надо сегодня не упустить работу с молодёжью. Пока живы ветераны, мы должны сегодня работать, и чтобы эти ветераны выступали перед молодёжью и показывали пример патриотизма. Нам надо сегодня возрождать духовность. Когда будет связана духовность с патриотизмом, тогда мы будем двигаться вперёд. Битва под Москвой, Сталинградская битва, Курская дуга. Истории общего подвига рассказали сами герои и свидетели тех страшных событий. В годы шоовых испытаний я 800 дней и ночей был в войсках. Принимал боевые участия в Сталинградской битве, в битве за Юго-Восток Украины, в Белоруссии. Освобождал Прибалтику и штурмовал Керезберг, логово фашистского зверя. Тераза ранен. Огромной царой досталась нам победа. В рамках торжественного собрания Александр Богомас вручил восьмерым ветеранам юбилейные медали «70 лет победы в Великой Отечественной войне». Кристина Протхилова, Александр Егоров. События. Брянск.